А накануне защитники Отечества гуляли на губернаторском приеме. В театр драмы пригласили весь цвет командного и начальствующего составов МВД, ФСБ, армии, а также флота. Всего более 900 человек. На офицерском балу побывал и наш корреспондент Алина Жестовская. Гостей встречают под звуки духового оркестра. В репертуаре никаких маршей, только вальсы и полонезы. Шелестя крепдышином, извиня медалями, приглашенные рассаживаются в зрительном зале. Первое поздравительное слово берет вице-губернатор Грачев. Защита Отечества всегда была священным, я бы даже сказал, сакральным действом. Недаром многие великие военачальники не только вошли в историю, но и были, как вы знаете, канонизированы церковью. Это Александр Невский, Дмитрий Донской и Федор Шаков. Это праздник всего нашего народа, это праздник всех тех, кто считал своим долгом защищать свою родину. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. В квартире офицерские вдовы, матери погибших защитников Отечества, хранительницы очагов и боевые подруги. Они на этом балу в статусе VIP-персон. Мы им сохраняем теплый дом, тыл и растим их детей. Испокон веков на балы военным полагалось пребывать в парадной форме. Сегодня эту традицию соблюдают не все. К примеру, представители спецслужб на праздничный вечер кители не надевают. А вот морские волки облачаются по всем правилам. Это парадное оружие, это выдается офицерам военно-морского флота, лейтенантам, на всю жизнь с этим кортиком и в группу влажаться. И остается сыновьям на память, на все оставшиеся жизнь. А это уже кульминация губернаторского приема и главный сюрприз вечера. Ведь далеко не каждому выпадает честь вальсировать под аккомпанемент легендарного уральского диксиленда.